О! О! Чё? Не втыкается назад! Я сломал чайник! Я сломал чайник! Чё делать? Значит, я его потрогал, в общем. Вот так? Да-да-да. Был такой. Здравствуйте! У нас ожидается очень интересная работа. А, возможно, даже серия интересных работ. Серия интересных видео. Дело вот в чём. Ко мне обратился один мой бывший ученик. А поскольку бывших учеников не бывает, я тут же согласился помочь ему в одной очень интересной затее. Дело в том, что мой ученик закончил художественную школу 7 лет, фактически не притрагивался ни к карандашу, ни к кисти. После окончания художественной школы какое-то время он творчески работал, писал свои собственные сочинения, так скажем, картины. И они были очень интересные. Мы вам обязательно их покажем. Они очень необычные. Но через какое-то время так сложилась жизнь, что он забросил изобразительное искусство. И искусство в принципе. Забросил живопись. И мы посчитали, почти 7 лет не рисовал. И вот опять же так сложились обстоятельства, что он решил вернуться к этому делу. И связался со мной и попросил о помощи, попросил дать ему несколько уроков. А я подумал, что же несколько уроков. Давайте мы попробуем сделать так. Поскольку 7 лет карандаш в руки не брали, мы попробуем начать с основ, вернуться назад, вспомнить в несколько этапов, извиняюсь, как это делается. И после этого вернуться к созданию собственных творческих работ. Возможно, и в этом я тоже поучаствую. И это видео мы тоже вам покажем. Так что сегодня мы ведем нашу съемку в одной из наших школ, где мы уже сидим все вместе, встретившись с моим старым учеником, которого я давно не видел. И сейчас начнется та серия видео, та серия работы, о которой я вам сказал вначале. Пожелаем нашему новому знакомому и моему старому ученику всяческих успехов. Я абсолютно уверен, что у нас с ним все получится. И наблюдая за этими видео, вы сможете повторять за нами и узнать, что не важно, сколько лет вы не рисовали, не важно, как давно вы не пробовали создавать что-то свое. видео, если очень хочется, и если вы вместе с нами будете работать, у вас обязательно все получится. Поехали. Нам очень нужно расписаться. Чтобы расписаться, мы поставили довольно простой натюрморт, но он простой не для тех, конечно, кто только начинает, а для тех, кто что-то уже делать умеет. А поскольку товарищ, который сидит за кадром, умел, в общем-то, многое, но лет тоже прошло немало, нам очень важно вспомнить азы, то есть вообще основы живописи, да и построение бы не мешало тоже. Но вот тот натюрморт, который мы поставили, он является классическим в том плане, что здесь есть очень четкая позиция. То есть есть очень большой предмет, средний предмет, маленький предмет. Здесь есть предмет очень темный, очень светлый и, соответственно, средний по тону. То есть ясно, что чайник это темная, кружка самая светлая и лук по тону средний. Ну и по размеру тоже все ясно. И все это располагается на таком среднем фоне. Он довольно светлый, но он, в общем-то, контрастен практически ко всему, что на этом натюрморте стоит. То есть все довольно просто в плане того, что все понятно. И задача здесь, в первую очередь, не то, чтобы попасть в цвет, не то, чтобы прям сильно все правильно построить, а в первую очередь вспомнить то, с чего вообще начинается живопись. Ну и, конечно, по ходу дела мы очень постараемся попадать и в цвет, и, что самое важное, в тон, и очень важно попасть в пропорции предметов. Но попадать в них нечего, мы их просто будем строить. И, собственно, построив предметы, ясно дело, что мы в их пропорции попадем. Вы внимательно следите за нами. Живопись будет очень интересная, процесс будет очень интересный. Если все это пойдет очень хорошо дальше, то тогда именно с тем человеком, который сидит сейчас за кадром, возможно, получится довольно большой и очень интересный цикл видео, который заинтересует и тех, кто только начинает рисовать, и тех, кто давно рисует, а, возможно, заинтересует и тех, кто вообще никакого отношения не имеет к изобразительному искусству, а, скажем, работает где-нибудь далеко, на каких-нибудь шахтах, может быть. Вообще в любой работе, в изобразительном искусстве, да, собственно, вообще в любой работе важно понимать цели и задачи. Цель – расписаться, вспомнить все, как в одноименном фильме было, да? Задачи простейшие. Для начала вообще вспомнить, что такое композиция и построение. Мы даже про цвет и тон ничего не говорим, потому что у нас пока чистый белый холст. Чистейший. Поэтому в первую очередь сейчас мы будем говорить о композиции. Значит, с чего нужно начать, чтобы точно понять вертикаль или горизонталь? Все просто, элементарно. Нужно начать с этюда, с эскиза. То есть взять элементарно листочек бумаги, зарисовать в вертикали, зарисовать до сей день. Подожди. Но мы же не в 2001 году. Мы не в 95-м даже году. Мы даже не… Ну нет, 18. Все просто. Вы берете, чтобы ускорить процесс, свой телефон, смартфон, включаете на нем камеру, смотрите, фотографируете в горизонтали, фотографируете в вертикали. Это если вы хотите ускорить процесс и не заниматься долгими вот этими зарисовками. Просто нам сейчас вот это не нужно. А вот вам, если нужно понять, все-таки по горизонтали или по вертикали расположить холст или лист, достаточно сделать несколько зарисовок, маленьких, совершенно вот таких вот на формате А4, сделать несколько вертикальных, несколько горизонтальных рамочек и в них, собственно, зарисовать в вертикали или в горизонтали натюрмор и понять, где он смотрится лучше. Ну что ж, мы начинаем композицией заниматься. С чего начинаем, когда занимаемся композицией? Ни в коем случае не с прорисовки каких-то отдельных элементов. То есть не надо начинать с чайника, либо там с лука или там кружки. Мы со всего в целом начинаем. Но я бы порекомендовал начать в первую очередь с того, на чем стоят предметы. То есть со стола. Мы сидим сейчас в фаз напрямую, у нас прямая линия стола. Рекомендую вам, повторяя за нами, сохранять пропорции вот того, что вы видите на экране сейчас. То есть немного брать вертикали у передней линии стола. Соответственно, тебе тоже советую сохранять эти пропорции, которые я сейчас показал. Примерно вот. И прочертив вот эту линию, переднюю линию стола, уже можно компоновать предметы. Мы сейчас прервемся и посмотрим, как наш будущий гений будет компоновать эти чайники, луки и кружки. Я пошел. Если вы повторяете за нами сейчас, работаете вслед за видео, важный момент, еще раз повторюсь, потому что я много раз уже об этом говорил. Вот прежде чем начать работать, потому что у вас там белый лист или холст, неважно. Вот первое, что нужно сделать, нужно выбросить все из головы, нужно расслабиться и нужно понимать, что что бы сейчас ни получилось у вас, ваша первая и главная задача – это получить удовольствие. Наслаждайтесь от того, что вы вот просто проводите линию. Это такая крафтовая работа. Наслаждайтесь получать удовольствие от того, что вы делаете, вне зависимости от результата, вне зависимости от того, что вы делаете. Карандашом проводите линию или маслом шпарите уже по холсту. Просто наслаждайтесь от процесса. Вот и все. Соответственно, дорогой мой товарищ, то же самое, просто наслаждайся процессом сейчас. А я сейчас зайду за спину и посмотрю, что там у тебя получается. Когда набрасываете, собственно говоря, вот эту первую зарисовку, старайтесь не задумываться о том, что это за предметы. Чайники, кружки, это не имеет значения. Значение имеет то, на какие геометрические формы похожи эти предметы. То есть вам в первую очередь нужно сейчас просто набросать эти геометрические формы. В нашем случае кружка, посмотрите, такой конус усеченный, такая усеченная пирамида. Лук, соответственно, шар, а вообще-то на холсте сейчас это будет просто круг. То есть не нужно там ничего, и пририсовывать шелуху, там это смотреть и так далее. Чайник, ну вообще по большому счету квадрат. Может быть слегка вытянутый квадрат, да? Вот сейчас можно на глаз посмотреть на его пропорции. Если вы поставили свой, но теперь, может, повторяете за нами что-то похожее, то же самое. Вам нужно просто понять, что это за геометрические формы и закомпоновать их на своем холсте, либо листе. А потом я скажу, что является правильной композицией в данном случае, а что является неправильной композицией. Повторить за нами. Обратите внимание, соответственно, тоже нужно обратить внимание на то, что кружка стоит все-таки достаточно ближе к переднему плану, чем чайник. То есть чайник нужно задвинуть чуть глубже. Ни в коем случае не располагать чайник и кружку на одной линии, по одной оси. Я имею в виду их основания, да? Ну и вообще, если сейчас двигаться от переднего плана вглубь, то, соответственно, лук на переднем плане, потом уже кружка и еще глубже чайник. Ну и понятное дело, что с этого ракурса лук пересекается с кружкой, и это тоже нужно обязательно показать. Это нужно увидеть. Да, вот уже лучше гораздо. Я бы тебе посоветовал чуть-чуть опустить переднюю стола ниже, чтобы чуть больше было пространства между луком и столом. Ты можешь даже лук чуть прибавить еще вниз. Еще вниз? Не увеличься, не опусти, а знаешь, прям вот, ну прям вот, вот, не, не, вот чуть-чуть вот так вот, прям вот так раз, чтобы было вот более понятно расстояние. Как вы можете видеть, сейчас мы набросали в целом весь натюрморт, ну, в общем-то, сделали такую зарисовку, тюд. Поэтому сейчас нужно внимательно посмотреть на свои работы, посмотреть на нашу работу. Если вы не рисуете, а просто ради удовольствия смотрите это видео и наслаждаетесь процессом того, как другой человек работает, а вы в это время отдыхаете, значит, вы просто посмотрите на то, что мы накидали. И сейчас вы можете заметить, что вот самый большой предмет, который у нас есть, вот этот самый темный чайник, слегка не мешало бы увеличить в размере. Мы ничего пока не мерили, мы просто это видим, что чайник большой и относительно предметов его нужно немного увеличить. Но я бы сейчас посоветовал ничего не менять в работе, а начать уже с построения, потому что в целом пропорции мы нашли, мы их накидали на глаз. И вот теперь переходим к тому, что мы строим наши предметы. Любое построение начинается с чего? Этот эскиз мы уже сделали. Ну мы сделали набросок на самом деле, не эскиз, мы сделали набросок. Сейчас нужно строить предметы, сделать их ровными, но прежде чем делать их ровными, нужно все-таки найти их четкие пропорции. Не просто внутри предмета пропорции найти, а пропорции относительно друг друга. Да, насколько кружка меньше, чем чайник. Что нужно сделать? Нужно измерить кружку в высоту и уложить ее в чайнике, посмотреть, насколько кружка меньше чайника. Да, потом измерить кружку в ширину, посмотреть, насколько кружка уже чайника. Почему я не говорю мерить лук, потому что, да черт бы с ним, с этим луком уж надо будет там его как-то увеличить или уменьшить. Мы это сделаем. Лук это просто лук. Он может вырасти за время съемки, он может усохнуть за время съемки, да, за время работы, за время нашей работы, да. А вот чайник вряд ли изменится в размерах, поэтому давайте-ка начнем с того, что мы измеряем пропорции одного предмета и укладываем их в другом предмете и смотрим пропорции относительно друг друга. Поехали! Значит, меряем пропорции, измеряем, если правильно говорите. Как измерить пропорции одного предмета относительно другого? Простейшая вещь. Ну вот я почему говорил не обязательно рисовать все эти эллипс, потому что достаточно просто, да, прямые линии, оси. Даже не оси, это просто вот мы показали форму вот этого предмета. Мы берем его высоту, карандашиком меряем, я не дохожу до никаких эллипсов, вот я взял усредненный размер, да, по осям. Болванку такую померил и посмотрел, соответственно, здесь раз, вот здесь, да, заказ, и вот такая вот еще тютелька, такой кусочек. Вот теперь нужно сделать то же самое с натюрмортом, то есть вот взять нам вытянутую руку, карандаш приложить к кружке на вытянутую руку, посмотреть там, и уложить его в чайнике. Сколько кружка укладывается в чайнике. И, соответственно, потом соизмерить это с тем, что происходит на холсте. Что мы сделали? Мы на вытянутую руку измерили в целом кружку, вот так приложили ее, только не здесь приложили, а приложили мы ее на натюрморте, на вытянутую руку. И выяснили, что если вот этот размер перенести к чайнику, то кружка заканчивается там, где вот начинается у чайника вот это место. То есть ты, 7 лет там не работая, угадал точно пропорции вот, собственно, этого размера. Значит, нам остается выяснить, какой длины будет вот эта часть у чайника, тогда мы поймем его высоту. Значит, мы ее там возьмем, вот только эту длину на вытянутую руку вот так приложим, там, и можем измерить ее уже в самом чайнике. То есть, например, раз, два и сколько-то там, или может быть всего два раза на тому месяц. Чтобы построить этот чайник, либо подобный ему предмет, есть очень простая формула, как это сделать. Поскольку у нас в предмете две вертикальные линии, четко вертикальные и параллельные друг к другу, то мы можем позволить себе для начала сделать вот такую болванку, то есть две вертикали, ось под донышко, и пока что мы не ищем вот эти скосы, а просто завершаем прямой линией. Получается такой вот, ну, не квадрат, а прямоугольник скорее, просто прямоугольник. А потом, когда мы поймем, где начинаются вот уже вот эти эллипсы, мы, соответственно, измерим это и срежем предмет ровно в тех пропорциях, в каких он должен быть здесь, в натюрморте. Не забывайте об одной очень важной вещи. Когда вы рисуете вертикальные, либо горизонтальные, параллельные друг другу линии, а главное, когда вы рисуете, зарисовываете и строите предмет, который стоит на столе, на плоскости, и этот предмет четко вертикальный, нужно обязательно следить за тем, чтобы его вертикальные линии не падали, не шатались ни влево, ни вправо. Это делается элементарно, измеряется нижняя и верхняя часть этой линии от края холста, ну, либо листа, от фабрично отрезанного. То есть мы прикладываем карандашик к самому холсту и меряем линию снизу и сверху, чтобы расстояние были одинаковые, чтобы вертикально не падали. И потом все эти параллельные вертикальные линии измеряем относительно друг друга. Ну, сейчас мы будем мерять на холсте, и вы посмотрите, как это правильно делается. Когда тебе нужно ось будет правильно поставить, ты уже знаешь, что у тебя есть вот эта линия, ты ее вот здесь взял, измерил, здесь измерил, уже, смотри, как, видишь, уже второй раз алмаз, да? А поскольку это центр, ну, как будто ты так себе наметил, что это центр, да, ты можешь как бы его отложить сюда и понять, что глаз не такой уж и алмаз. А как сделать, чтобы вот это не было, история? Все очень просто, ну, так бывает со всеми, на самом деле. То есть вот у нас вот этот прямоугольник, который мы с нами есть, ну, почти квадрат. Чтобы найти четко его центр и не ошибиться, достаточно провести две диагонали от угла к углу, да? Это уже геометрия. Это уже, да, точка есть, правильно? Точка есть. Вот мы ее измерили, точку от края холста, отложили вверху, да, и отложили ее внизу. И у нас получилась вертикальная ось. Нужна нам горизонтальная ось? Да ради бога, мы горизонталь также проведем. Также измерим ее отверха, да, раз, 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 и все готово. Мы сейчас построили вот основную часть чайника от нижнего эллипса до самого вот этого верхнего из широких эллипсов. У нас получился такой квадратик. И теперь нам нужно найти, вот, собственно, вот его верхнюю часть, там, где располагается крышка, вот эта узенькая горлышко и скос. Дело, в общем, довольно простое. Нам нужно понять самое главное, какая будет ширина вот этого места, вот этого скоса. И угол наклона этого скоса. Делается это очень просто. Чтобы понять угол наклона этого скоса, это первое, что нам нужно определить. Угол наклона. Мы просто на вытянутую руку прикладываем карандаш, совмещаем его с направлением вот этого скоса, вот так приложили, и аккуратненько, не шевеляя рукой, перенесли сюда. Стараемся не сильно напрягать руку, кисть не напрягает. То есть это вот, как, помните, в рекламе у одного известного дорогого автомобиля, когда курицу брали, вот так вот двигали, да, а она кому-то там на месте, да, такая мягкая подвеска у машины. То же самое с рукой, да, когда на пианино играют, такая же, на скрипке, да. Лёгкость должна быть во всём, а в руке в первую очередь. Мы взяли карандашик, лёгкая рука, угол наклона измерили, то есть приложили карандашик, совместили с линией чайника, с этим скосом, и аккуратненько перенесли на свою работу, и поняли, каков будет угол наклона. То есть с одной стороны и с другой стороны. После чего у нас появились две вот эти линии кривые, да, косые, мы можем взять, опять же, на вытянутую руку, померить вот эту плоскость и уложить её, например, в высоте чайника, да. Если вы сильно недотошный человек, сделать это на глаз. Но я очень рекомендую измерять, потому что на самом деле лучше всё перепроверять дважды, да, лучше всё делать дважды, перепроверить тоже лучше дважды. Чтобы было понятно зрителей, что мы сейчас делаем, мы измерили угол наклона, вот он, вот этот по чёрной линии, да, мы его не там просто приложили, теперь мы его параллельно переносим, это сюда, а вот это вот сюда, да. Вот, да. Если быть точнее. Если быть точнее, то вот так. Я просто жирно специально делаю, чтобы видно хорошо было. То есть вот. А поскольку маслом пишем, всё это замажется, потому что здесь страшно. Да. Теперь что? Всё просто. Ось есть? Есть. Расстояние мы измерили, вот оно. Да? Мы сейчас прямую линию вот здесь должны провести, от холста измерим её тоже. Проведём прямую линию вот сюда. А дальше, измерив её, отложим в эту сторону и поймём, мы не ошиблись ли. Следующий этап. У нас есть сам чайник, основная его часть точнее. У нас есть вот эта вот площадочка, чей скос мы хорошенько измерили. Теперь осталось выяснить вот эту маленькую часть, ну и собственно саму крышку. Поскольку у нас будет быстрая живопись, мы будем делать не длительную постановку, будет такой этюд. Но этюд с построением, потому что конкретно быстрые этюды даже зачастую и не строят. Сразу вообще часто начинают писать в цвете, даже не удосудившись, в общем-то карандашиком махнуть пару раз по холсту. Нет, у нас будет такой этюд, но всё-таки с построением. Ибо задача такая, нам нужно вспомнить, как строить предмет. Поэтому мы сейчас что делаем? Мы смотрим, что вот эта площадочка, ну очень небольшая, да? Я даже не рекомендую измерять её, потому что ну уж совсем она маленькая, такая вот тютелька. И вот там вот щурить глаз и портить себе зрение в данном случае, в данном конкретном случае я бы не стал. Взяли, поняли, что там совсем чуть-чуть и у себя на холстике вот эту высоту отложили. У нас получится сам чайник, скос и вот это вот горлышко, так называемое у него чайника, да? А дальше будет скос крышки, у которой куча всяких вот этих надстроек, вот этих вот сложностей. Ещё раз скажу, мы должны расписаться. Это вот такой этюд, поэтому никаких сложностей, вот этих вот, да, скажу, вот этих сложностей мы себе устраивать не будем. Мы сейчас посмотрим вот эту высоту горлышка, опять же на глаз. И дальше у нас центр уже есть, мы просто две диагонали вот так проведём. Без прорисовки. Без прорисовки. От центра две диагонали проведём и, собственно, чайник готов. Останется сделать ему вот эту вот дудку, носик, да? Вот насчёт ручки тоже есть большие сомнения. Поскольку это будет такой размашистый быстрый этюд, вот эту ручку лучше всего сейчас вообще не строить. Мы её просто мазнём. Но её в конце, если на то у нас будет желание, мы её мазнём. А не будет желания, мы, может, её даже и не мазнём. Может, и без ручки сделаем. Чувствую, что... Будет просто неудобно писать. Вот эти вот, вот эти вот вылечки чуть-чуть повыше сделаем. Вот, да, вот так. Вот. И горизонталь сразу проведи. Не-не-не. Смотри, вот ты отметил две точки. И сразу горизонталь. Вот, и рука вспомнит заодно, да? Да. Я помню то, что нужно смотреть не на то, куда рука... Ой, не на то, как идёт рука. Не на карандаш, а в ступочку, куда ты ведёшь. Чтобы линия была ровная, нужно смотреть не на карандаш, когда вы ведёте длинную прямую линию. А нужно смотреть на ту точку, в которую вы ведёте эту линию. Тогда, возможно, линия будет сразу ровной, прямой и чёткой. А может быть и нет. Важный момент. У нас у чайника есть носик. С носиками у этих чайников, у любых чайников, вечные проблемы. Они всегда не похожи на самих себя. Вечно они какие-то кривые получаются. У тех, кто только-только начинает, я имею в виду. Носик строить нужно точно так же, как строится всё остальное. Вот тут сейчас прозвучал хороший вопрос. Как найти расстояние между носиком и самим чайником. В общем, это важная вещь, потому что, найдя это расстояние, вы поймёте угол наклона этого носика. Но, во-первых, насчёт расстояния, любое расстояние. Что между носиком и чайником. Что расстояние самого носика от чайника. Что вот это расстояние, то есть крайняя точка. Измеряется в точности, так же, как мы измеряли пропорции предмета. То есть мы на вытянутую руку прикладываем карандаш. В данном случае сначала здесь. Измеряем это расстояние. Но прежде чем это делать, нам нужно определиться с тем, где начинается этот чайник. Где начинается этот носик. И где он заканчивается. Начинается он. Вот это расстояние нужно измерить. И уложить его в ширине или в высоте неважно, потому что мы уже знаем пропорции чайника. Где он заканчивается. Ещё всё проще. Можно нам идти на руку, приложить карандаш по горизонтали, посмотреть, где он пересекается и с чем он пересекается. С моей позиции он упирается, он прям вот тактически. То есть верхушка носика чайника упирается в эллипс, в горлышко его. Так мы и поступим. Мы провезём эту ось, и там этот носик и закончится. Соответственно, здесь мы понятно сказали, измерить пропорции вот этого расстояния, высоты. И последний момент. У носика, так же, как и у самого чайника, есть оси. Что за оси? Вот эта часть идёт немного вверх, уходит. Соответственно, сам носик же тоже неправильный чайник, он немножко по диагонали раскладывается. На вытянутую руку прикладываем карандаш, смотрим угол наклона и переносим их к себе на лист. То есть получается раз ось, два ось, и ещё вот здесь третья ось, потому что этот носик заворачивается. Раз, два, три. Три оси, по которой строится этот носик. И потом измеряем сами расстояние, и носик готов, разве что он может быть посмотреть на его ширину. Ещё раз я говорю, в данном случае конкретно мы не занимаемся длительной постановкой, нам ещё рано. Мы сейчас будем писать этюд. И как я сказал, этюд часто вообще не строят. Поэтому сейчас мы измерим углы наклона вот этого носика, потому что совсем не был кривой, да, неказистный. Мы примерно посмотрим, где он начинается, где заканчивается. Строить прямо дотошно, проводя всё эти эллипсы, и насквозь его расчерчивать мы не будем. На глаз какие-то вещи тоже можно посмотреть, тем более если это этюд даже нужно посмотреть тихо на глаз. Вообще в задачи этюда входит по большому счёту только одна главная вещь, это поискать, увидеть состояние того, что мы пытаемся нарисовать. Настроение. Настроение, состояние и так далее. У нас немножко другие задачи, помимо состояния и настроения, вообще в первую очередь там нужно просто расписаться, вспомнить, как это делается, а тем, кто только начинает, соответственно, тоже расписаться. И возможно вспомнить, потому что в прошлой жизни, скорее всего, вы были большим известным художником. Поэтому сейчас вы начинаете вспоминать, как это делается. Точнее продолжайте вспоминать вместе с нами. На данном этапе очень советую стирать линии построения, лишние линии построения, они будут вам только мешать уже теперь. И сейчас важный момент, важно посмотреть все эллипсы, которые есть в этом предмете. У чайника основных эллипсов будет четыре. Донышко, раз эллипс, вот этот эллипс два. Третий эллипс, это где начинается гордышко, и четвертый эллипс, где гордышко заканчивается. Здесь никаких эллипсов мы строить не будем, потому что мы решили упростить всю эту форму, ибо у нас этюд, а не длительная реалистическая такая живопись. Поэтому раз, два, три, четыре. Четыре эллипса. И теперь важный момент. Напоминаю, поскольку мы с вами находимся в студии, а в данном случае мы находимся прямо в нашей художественной школе, ваша линия горизонта, то есть уровень глаз, ваших глаз, находится чуть выше предмета. Леш, да? Да. Причем очень выше. Да, ну, да. Выше предмета. Раз линия горизонта, то есть уровень ваших глаз, находится выше предмета, это означает, что будет происходить с эллипсами. Чем эллипс будет ниже линии горизонта, то есть чем ниже будет эллипс в предмете, тем он будет становиться что? Шире. Шире. Да. Чем ниже эллипс, тем он будет становиться шире. Пробуем. У нас построился чайник, и вы это увидели. Я надеюсь, что вы все за нами тоже построили чайник, или вы построили какой-то другой предмет, который поставили у себя дома. А теперь нам нужно построить второй предмет. Второй предмет совсем простой, вот кружечка. Что мы делаем? Теперь мы уже очень быстро работаем. Мы измеряем его ширину. Самое широкое место внизу, донышко, мы измеряем его донышко, укладываем в высоте, понимаем его пропорции. Но мы это сделали уже в начале построения, поэтому сейчас и это делать уже не нужно. Нам сейчас просто нужно понять, насколько горлышко уже, чем донышко. То есть, мы проводим, что мы проводим, Ирш? Ну, вот этот горизонтальный ось ты показал. Вообще-то нам нужно это провести вертикально. Мы проводим вертикальную ось, находим его центр, откладываем одну часть в другую, смотрим, чтобы они были одинаковые, потому что ось это центр предмета. Дальше мы смотрим ширину горлышка, смотрим, насколько горлышко уже, чем донышко. Мы можем измерить горлышко и отложить его в донышке. Это в идеале. Так и надо сделать. Можем, конечно, сделать по-другому. Мы можем провести три вертикальные линии, сделав из этого просто прямоугольник. И посмотреть, насколько вот эта часть будет уже. Но по-правильному нужно измерить меньшее, уложить в большем, и тогда станет понятно, какого размера вот эта меньшая часть. Ну и потом проведем две диагонали, которые покажут нам боковинки этого предмета. Мы сейчас будем делать, а вы следите за нами и поймете, насколько это просто и быстро. Нам нужно сначала поставить горизонтальную ось, чтобы она была ровная. То есть нужно отмерить ее также от края. Поскольку мы знаем уже высоту предмета, нам нужно поставить и эту ось, измерив ее уже, например, от этой оси. И после этого будем смотреть углы наклона. От края листа измеря еще раз, чтобы она ровненькая была. Нет, нет, нет. Она же горизонтальная. Идеально. Идеально. Теперь то же самое вот с этим. То есть, чтобы она была тоже идеально ровной, уже можно от этой оси отмерять. Если мы хотим найти вот эту ширину быстро, что мы делаем? Мы берем карандаш, прикладываем на вытянутую руку, вот к этой линии боковой, ну или к этой, не важно, любой из них. Находим этот угол наклона и прикладываем это к своей работе, переносим. То есть, сейчас покажу. Взяли карандаш, на вытянутую ручку приложили и нашли вот этот самый угол наклона. Приложили, перенесли на свою работу. А, вот этот угол наклона. И, соответственно, зарисовали. То же самое с обратной стороны. Приложили, перенесли. Приложили, перенесли. Вот если мы смотрим на наш эллипс, то у него есть ось горизонтальная. Да. Вот передняя, ближняя к нам, часть эллипса всегда будет шире, чем дальняя. Потому что то, что ближе, то нам кажется больше. Передняя, вот эта вот часть эллипса, всегда будет шире, чем дальняя. Углы всегда круглые. Ну и, соответственно, чем эллипс ниже, тем он шире. Завершаем построение кружки. И завершая построение кружки, мы можем говорить о том, что мы заканчиваем построение натюрморта в целом. Поскольку чайник мы построили, кружку мы сейчас фактически настроили. Лук настроить не будем. Это просто такой вот кружочек с пипкой. Пипку мы пририсуем потом. Важно, что мы точно знаем, где он располагается. Важно, что мы точно знаем его пропорции. Насколько он меньше, чем кружка. И, соответственно, мы понимаем, что у нас есть самый большой предмет, чей-то чайник. Он уже построенный. Есть средний предмет, это кружка. Она тоже готовая. И у нас есть самый маленький предмет, это лук. Нам останется сделать только одну важную вещь. Я сейчас прошу у нашего подопытного, который находится за кадром, который зарисовывает пантерморт. Вот мне интересно, спустя 7 лет разлуки с изобразительным искусством, он вспомнит, что еще нужно сделать в этой работе. Заднюю горизонталь. Молодец. Задняя линия стола. Правильно. Помню, помню. То есть нам сейчас нужно найти, где находится задняя линия стола, чтобы завершить построение нотерморта. Как же ее найти, Алексей? А вот это вопрос. У нас есть передняя линия стола, мы ее видим хорошо. Вот задняя линия стола нужно поискать. На самом деле элементарно. Мы берем карандаш. Зеленый. Сидя там в нескольких метрах от нотерморта. Можно взять зеленый, можно красный. Все дело в приоритетах. Мы прикладываем карандаш на вытянутую руку к задней линии стола и смотрим, где эта задняя линия стола, в каких местах пересекает предметы. И вот примерно в том месте, где эта задняя линия стола предметы пересекает, там мы на своей работе ее и наметим. Задняя линия стола пересекается с чайником, по крайней мере с нашего ракурса, чуть ниже носика, то есть где-то вот в этом месте. То есть если смотреть на расстояние от носика до донышка чайника, ниже центра, да? То есть вот центр будет здесь, а где-то ниже центра. Вот здесь мы, собственно, и должны провести эту линию бы. Но это отлично, что у нас так получилось, потому что нашим зрителям, и тебе эти, я могу показать вот такой интересный момент. Да, с одной стороны на натюрморте мы видим хорошо, что примерно вот здесь находится задняя линия стола. Но вот теперь давайте подумаем. Вот у нас есть эллипс. Вот у нас есть ось у этого эллипса. Если бы мы с вами не стерли линии построения, мы бы увидели, что задняя часть эллипса, вот здесь мы продолжим, да? А мы знаем, что задняя часть эллипса будет чуть уже, чем передняя, ну то есть самый край, ну вот здесь, да? Это означает, что если здесь мы приведем заднюю линию стола, то вот этот кусок эллипса, то есть этот кусок чайника врежется в стену. Плохо? Очень. Очень плохо. Почему происходит так? Потому что там висит драпировка, наслаиваются тени, и плюс мы сидим в нескольких метрах от натюрморта. И, соответственно, происходит некие искажения, когда мы на него смотрим и когда мы определяем эту заднюю линию стола. Плюс мы, естественно, в процессе построения и композиции что-то двигали, немножечко двигали предметы относительно передней линии стола, относительно друг другу, чуть-чуть перемещали, утрамбовывали, так сказать, с композиции. Поэтому, поскольку задняя линия стола не является определяющей натюрмортом, мы можем тоже немножечко ее подвинуть. Правильно? Да. Мы понимаем, что она не может быть ниже вот этой точки, она может быть только выше. Вот сюда мы не можем привести, что нехорошо, когда линии упираются в пересечение каких-то, каких бы то ни было линий, но где-то вот тут вполне. Это некрасиво. Ну, такого слова я бы не стал управлять красиво, да? Так не поступает. Мы даже относительно да не можем сказать, что это некрасиво. Так не поступает нормальный художник. Композиционно это неверный ход, так я скажу. То есть, если линия упирается в какое-то пересечение других линий, это нехорошо, композиционно нехорошо. Но сейчас мы сделали все верно, сейчас мы сделали все правильно. У нас появилась задняя линия стола, точнее, начинает появляться задняя линия стола. Как вы видите, ученик сейчас измеряет эту линию так, чтобы она была четко горизонтальной, отмеряя ее от передней линии стола, потому что передняя линия стола она недавно измерена уже, она ровная, она прямая, она горизонтальная. Поэтому относительно нее мы и пытаемся измерить по своим возможностям заднюю линию стола, но раньше лучше было. Вот это ниже? Да, нижнее. Ладно. Сделаем. Да. Мы померили тут, мы измерили тут. Можно проще. Вот ты измерил, до самого конца доведи вот вот сюда. Точку поставь себя и проведи. И тренируй руку и глаз. Веди-веди-веди-веди-веди-веди. Вот здесь здесь. Вот здесь она должна закончиться. И линию ведем, осмотрим не на карандаш, а на ту точку, куда мы хотим привести линию. Вот, видишь, как все? О! Ахлодисленд. Вот я бы сейчас не стал вот такие резкие делать, То есть вот, его прям вот, круг ему показать, вот так. А потом относительно круга уже, где нам нужно будет, насколько нужно будет диагональ найти, потому что может он там шевелиться. Ветом. Ветом, да. Хочу обратить ваше внимание еще на один важный момент. Дело в том, что у кружки есть толщина стенки. То есть, смотрите, Алексей, внимательно. Да, да, да. У нас кружка не заканчивается просто эллипсом. Внутри этого эллипса есть еще один эллипс. Таким образом, мы увидим толщину этой кружки. Вот сейчас мы его зарисуем, мы даже ручку пока трогать не будем. Да. А вот показав этот внутренний эллипс, мы будем считать этот набросок, ну, будем откровенными, это построение завершенным, и после этого мы сможем переходить к живописи. Но живопись вы увидите в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok